Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Многие считают, что зарубежная недвижимость – это очень круто, и что там нет проблем. Сейчас я хочу рассказать свой печальный опыт, как я покупал квартиру в Испании и как я ее лишился. Смотрите, это было в начале 90-х. Я тогда очень быстро начал зарабатывать деньги, стал новым русским. И это было нестабильное время, было очень опасно жить. И только-только произошла всякая перестройка, и была опасность того, что коммунистический реванш будет, и всех новых русских там перестреляют, пересажают. Поэтому первый мотив, который был – это запасной аэродром. Чтобы в случае чего вовремя смыться. Вот. Второй мотив – виза. То есть, ну, я считал, что наличие зарубежной недвижимости позволит мне получать визу достаточно легко, европейскую. В принципе, это правда была. Действительно, визу я получал на этом основании. Вот. Ну, собственно говоря, вот так. Ну, и мечта. Понимаете? Когда мы начали зарабатывать деньги, мы сначала, так сказать, ну, увидеть Париж и умереть. Значит, ну, там, съездили в Париж, да, так сказать, купили машины, улучшили жилищные условия. И следующая мечта, которая стала мечтой, это о покупке домика у моря. Он должен был быть белоснежный, такой красивый, и недалеко совсем у моря. Вот. И, соответственно, тогда же появились объявления о том, что можно купить. И я совершенно такой наивный, абсолютно, значит, звоню по такому объявлению и спрашиваю, а что это такое, вот, недвижимость в Испании вообще, так сказать, как это можно сделать. Вот. И мне говорят, да, пожалуйста, очень легко можно сделать это. То есть нужно просто взять туда, слетать, посмотреть и оформить. Мы поможем. Хорошо, сказал я, значит, я поехал туда навстречу, оказалось, что это при турагентстве, значит, как потом оказалось при турагентстве, то есть это не турагентство. Значит, мы встречались в турагентстве с парнем, он сказал, что да, пожалуйста, значит, полетели, берешь путевку, значит, вот здесь вот очень дешевую путевку мне продали. Вот. И мы с компаньоном полетели в Испанию. Вот. Взяли деньги. Ну, а что такого, так сказать, почему бы не посмотреть. И туда мы прилетели, значит, там нас возили по красивым местам, значит, там недвижимость, все развивалось, все очень-очень активно строилось. Вот. И, соответственно, ну, подобрали мы квартирку в кондоминиуме, значит, там небольшую, но очень прикольная вещь, буквально воплощение мечты. Белоснежный огромный дом, значит, ну, там квартира на втором этаже была, вход отдельный у нас был, квартира оформлялась на меня. Вот. Соответственно, условия были сказочные. Тогда инфляция у нас в России зашкаливала бешено. Вот. Были, так сказать, там что-то 400-600% годовых, ну, так сказать, самый-самый пик гиперинфляции у нас был. И в валюте, в валюте были кредитные ставки в районе там 20-30% годовых валюты. Ну, так сказать, там просто беспредел был. Вот. И что еще я хочу сказать. Да, у нас там, так сказать, очень много денег зарабатывалось там. Я рассчитывал, что при любом раскладе достаточно вполне и полетели. Вот. И, соответственно, значит, когда я спрашивал о том, сколько стоит и так далее, все было вполне, так сказать, посильно. Вот. Можно оформить ипотеку. Ипотека оформляется под 7% годовых сказочные. И, конечно же, я сказал, что да, наверное. Вот. И мне еще сказали следующую вещь. Что эту недвижимость можно тут же, после заключения договора, она становится ваша, то есть, ну, ипотека. Вот. И, соответственно, можно заключить договор на сдачу ее в аренду. Значит, и там будут люди, которые будут ее сдавать постоянно. И, соответственно, за счет только сдачи в аренду эта недвижимость тут же будет окупаться. То есть, сдача в аренду примерно, значит, там посчитали, будет покрывать все ипотечные платежи. Великолепная схема. Вот. Поэтому мы полетели, значит, там, ну, то есть, вкладываем небольшие деньги, там 30%, по-моему, от стоимости этой квартиры. И посмотрели, выбрали, почему нет. Значит, там, там была переводчица, тетенька, она местная была, вот, ну, по-русски говорила, давно там живет. Вот. И она сказала, что да, все сделает. Вот. И поехали к нотариусу, там все оформили, поехали в банк, положили деньги в банк, значит, там все дела, значит, с банком заключили договор. Кучу-кучу бумаг огромную на испанском языке, который, значит, там не все понятно. Вот. Заключили, завершили сделку, пожали друг другу руки. Вот. Как это происходит? Значит, смотрите, через нотариуса оформляется там с девелоперами, все это делается. Дальше все эти документы подписываются и отдаются на регистрацию в земельном кадастре. Регистрация, после того, как пройдет регистрация, будет выдан документ, так называемая эскритура, вот, и это документ на владение недвижимостью. Вот. В Испании жуткая совершенно бюрократия, поэтому, поэтому мы, в общем-то сказать, не закончили, естественно, оформление документов, мы улетели. Ой, нет, не улетели, мы уехали на машине оттуда, потому что мы решили обратно вернуться. Ну, на прокатных машинах мы доехали до Парижа, в Париже купили еще одну машину и уже на своей машине уехали. Вот. Ну, это отступление лирическое. Вот. И в чем была проблема? А в том, что я недостаточно хорошо ознакомился с ситуацией. Что произошло? Смотрите, мы улетели, все, так сказать, оформлено, ипотека. Мне приходят письма, значит, там, ну, да, я должен платить что-то в банк, переводить отсюда деньги. Я иду в банк, думаю, как переводить, я ж ни разу, так сказать, ну, будет опыт большой, интересный опыт по тому, как переводить деньги за границу. Я иду в банк, это был банк Москвы, как сейчас помню, прихожу, говорю, здрасте, здрасте, можно сделать международный перевод? Можно. А можно частному лицу? Можно. Значит, на расчетный счет туда вспомню. Да, пожалуйста, без проблем, говорит девушка, и я пишу, значит, ну, там, я не помню, сколько сумма, там, там, тысяча евро, ну, там, не евро были, так сказать. Тогда еще в Испании были беседы. Вот, перевожу, значит, такая, от Демиткова Юрия Алексеевича перевод, кому получатель платежа Демитков Юрий и счет в Испании. Девушка такая, подождите, 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 вы что, себе переводите? Я говорю, да, себе, а что? То есть, я что, не имею права, так сказать, перевести себе? Так, а это же счет заграничный? Я говорю, да, заграничный. Так, я должна узнать. Вот, ну, и, короче говоря, выяснилось, что для того, чтобы переводить деньги себе на заграничный счет, я должен уведомить налоговую о том, что я имею свой расчетный счет за границей, и на каком основании, и откуда, и получите, пожалуйста, проверочку. Вот, при этом, поэтому, значит, ну, естественно, этот перевод не состоялся. Вот, я потом, так сказать, зашел еще в другой банк, в третий банк, и понял, что требуется зарегистрировать этот счет в налоговой, и, значит, соответственно, там какие-то вещи прописать. Ну, короче говоря, это было нереально. Вот, и поэтому, ну, платежи не очень шли, и, кстати, вскоре после того, как мы купили эту недвижимость... Наш бизнес накрылся. Вот. И, в общем-то, уже вот эти ипотечные платежи, там что-то 300 долларов в месяц было, это уже стало непосильно достаточно. Вот. И что делать? Они накапливаются, значит, банк пишет письма, что, значит, давай, 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 давай. Вот. Насчет сдачи не сдается почему-то. Почему не сдается? Вот. И что делать? Когда, ну, платежи накопились там, значит, там до полутора тысяч долларов, здесь возможности нет никакой. Ну, что я делал? Я ехал в Чехию, и, значит, из Чехии заходил там в Чешский банк, в самом центре Праги, ну, просто прикольно, конечно, да. И посылал оттуда переводы на свой расчетный счет, вот, как мог. И они доходили, там все нормально, значит, как-то эта ситуация оттягивалась, откладывалась постепенно, но потом дела у нас с бизнесом пошли совсем-совсем плохо. Я, так сказать, все полностью грохнулось, никаких денег не было уже, и я перестал платить. А тем не менее, значит, соответственно, она не сдавалась. Вот. Ну, мы приезжали туда, ругались с этой компанией, и где-то вот, ну, так длилось года три, наверное, или четыре, я не помню уже, и последний раз уже, когда мы приехали, денег нет, я такой злой и грустный, я уже говорил, что, значит, приезжаем туда, там за электричество не уплачено, я начинаю звонить в компанию Бердрола, включите нам электричество, они мне говорят, продиктуйте номер своего договора, значит, контракта, я диктую номер контракта, а это я кидаю по десять, извините, этих самых писет в автомат. Вот. Они говорят, да, хорошо, пожалуйста, а вы откуда, значит, кто такой? О, вы русский. Значит, давайте сейчас я позову девушку, которая говорит по-русски, и, значит, ждите. Я жду и, значит, кидаю монетки туда, потом, соответственно, ну, короче говоря, я хреновую тучу монеток скинул, вот, раз двадцать, наверное, продиктовал номер своего контракта, и ехать туда в Бердролу просто лично, там тоже только по телефону оказывается, то есть, вот, нет такого, чтобы вот я просто к кассиру подошел и начинаю там что-то говорить, ничего подобного. Вот, только по телефону, значит, только этот номер я уже наизусть выучил, а там, извините, вот столько-то цифр. И Бердролу – это компания, которая, типа нашего Газпрома, только хуже, то есть, это полный монополист. Вот, и вот сижу я как-то, жду, скажем там, а, мне сказали, хорошо, значит, мы вас поняли, придет Хуан и вам подключит электричество. Но сегодня уже поздно, потому что уже десять часов, в два часа будет перерыв на обед, это сиеста у них, ну, а после сиесток тоже работает. Вот, поэтому Хуан придет только завтра. И, короче говоря, Хуана я ждал три дня, вот на третий день появился молодой человек, вот, как я уже говорил, красивый как Бог, и я у него спрашиваю, ты электриста? Он говорит, нет, я Хуисио. Хуисио, вот, и этот Хуисио дал мне расписаться в такой пачке документов, это было решение суда о том, что у меня за долги по ипотеке эту недвижимость отбирают. Ну, что я могу сказать, какой опыт я из этого извлек? Смотрите, я заключил договор просто не с той компанией, это первое. Как потом оказалось, это, вот, ну, испанцы, они такие ребята, у этой переводчицы были какие-то знакомые, они, знаете, такие шаромыжники испанские, и они занимались там ремонтом всяких, так сказать, ну, квартир, отелей и так далее. То есть там где-то что-то подкрасить, где-то что-то подштукатурить там, какую-то розеточку сделать, вот. Вот, и они с этой переводчицей разговаривают, переводчица говорит, а я оформляю, тут русские едут вообще, они такие богатые, деньгами ссорят, ой, вообще, не думая, денег у них немерено. И эти ребятки, которые занимаются ремонтом, говорят, слушай, давай, это самое, подгони нам какого-нибудь русского лоха, и давай мы, может, еще и квартиры тут все сдают, а то денег нам не хватает, на ремонт не можем найти заказов, денег нам не хватает, может, мы недвижимость начнем сдавать, а недвижимость дают там, ну, все, кому не лень. Вот, и, собственно говоря, вот такая вот конторка, которая маленькая, это ИП было вообще, так сказать, вот, как потом оказалось. И вот я заключил с таким ИП-договором. Почему? Потому что посоветовала это самое, переводчица, она сказала, да, надежные ребята. Вот, все, и с кого спрос? Сам виноват, правильно? Вот, я потом видел это объявление, там, Торгеа, есть такой, значит, такой журнальчик маленький, он выходит, ну, как, типа, местной газеты, ну, это в виде такого небольшого журнальчика, сейчас он намного толще стал, вот, сейчас он стал цветным, тогда еще был черно-белый. Я видел это объявление, вот такое вот объявленице, значит, там, поштукатурим, покрасим что-то, значит, заменим розетки, и там какие-то стремянки нарисованы. Ах, да, мы еще сдаем недвижимость. Вот такое объявление. Вот, и за все время, пока, значит, вот эта недвижимость была моя, она сдалась всего дважды. Вот, при этом мне было положено 100, ну, потом уже евро появились, вот, и я когда приехал, говорю, давайте деньги, они говорят, а денег нет, потому что люди, которые арендовали эту недвижимость, они тут испачкали стену, и мы эту стену покрасили, вот здесь вот, видишь, здесь что-то поменяли, здесь что-то еще, короче говоря, сделали свою основную работу, которая, так сказать, они занимаются ремонтом, и, собственно говоря, все деньги, которые положены, которые они взяли за аренду, они взяли себе в качестве оплаты за свой ремонт. И вот такие милые. Вот, договор на испанском языке я, как бы, не очень хорошо читал, вот, наверное, потому что наивный был, наверное, вот. И, короче говоря, вот таким образом денежка улетела вся, все, что было вложено, все было потеряно абсолютно, причем я вложил сразу какую-то сумму, потом еще докладывал, вот. Но зато я получил опыт, опыт того, что прежде чем что-то делать, прежде чем вы идете на новый рынок в абсолютно незнакомой стране, все-таки я бы советовал поинтересоваться, повнимательнее, поучиться. И если вы учитесь у кого-то другого, значит, там, собирать информацию, то даже если она платная, она будет не так дорого стоить, как собственные ошибки. Вот, потому что, ну, мне-то обошлось где-то, ну, в 30 тысяч евро. Вот, ну, деньги были дурные, они как по-дурному пришли, так и ушли. В зарубежной недвижимости, конечно же, есть возможность заработать, как и всюду на самом деле, но надо знать как. Вот, и к чему я? Ну, многие люди пытаются освоить новые для себя области, знаний, области применения, и многие люди начинают становиться инвесторами, и когда они понимают, что сейчас вот депозитные ставки, например, падают, да, что надо инвестировать, и начинают искать, интересоваться, и на них сыплются море предложений. Форекс. Вы заработаете 30% в месяц, вы заработаете туда-сюда, и многие, конечно, боятся, да, вот, а есть предложения, которые говорят, на бирже, на бирже можно зарабатывать, вот, то, что я рассказываю всем, говорю, до 30% в год. Друзья мои, что больше, 30% в год или 30% в месяц? Конечно, в месяц. И люди говорят, блин, ну, как-то подозрительно много, 30% в год, как-то подозрительно много, и люди не доверяют этому делу, говорят, 30% в год это много, это подозрительно. И что делают люди? Они вляпываются в Форекс, потому что они говорят, ну, все-таки я решил, дай-ка попробую. И если пробуют, то уж берут по максимуму. Ну, друзья мои, во-первых, во-первых, ну, может быть, все-таки поосторожней, а во-вторых, вот как с недвижимостью у меня, может быть, все-таки получится на чужих ошибках, и, может быть, прежде чем вообще что-то делать, надо научиться. Поэтому на фондовом рынке я тоже потерял немало в свое время. Вот, и поэтому я просто рассказываю людям, вот на своем курсе «Биржа для чайников», кстати, ссылочка вон там, вы видите, вот, о том, как не потерять деньги на фондовом рынке, чем отличается фондовый рынок от Форекса, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, друзья мои, смотрите, мой курс стоит всего-то там 4, 5, 6 тысяч рублей за месяц. А потерять вы можете, если самостоятельно будете учиться, если вы зажмотитесь и, ну, не захотите платить, например, так. Ну, вот я потерял 30 тысяч евро на недвижимость в Испании. На фондовом рынке я тоже потерял немало. Это очень-очень дорого учиться на своих ошибках. Хотя уроки усваиваются, друзья мои, замечательно. Вот, но очень уж дорого получается. Поэтому прежде чем осваивать какую-то новую область, в частности инвестиции и, в частности, на фондовый рынок, я вам все это перекомендую поучиться. Кстати, вот сейчас 25 февраля начнется новый поток у меня живого курса, биржа для чайников. Так что приглашаю. Ну, а на сегодня все. Я думаю, что вот эта история была, наверное, полезна. Задавайте вопросы, если вы хотите все-таки зарубежную недвижимость, там есть варианты, задавайте вопросы, как все это сделать, как там, что, ну, что интересует. Ну, а на сегодня все. С вами был Демитков Юрий. Спасибо.